Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Грех ли убивать и воровать в компьютерных играх? Я думаю, что какой-нибудь подвижник благочестия, монах, хиромонах, узнав, что в этой игре надо убивать и воровать, наверное, бы от нее дистанцировался. Потому что человек, борющийся со грехом, он даже в шутку не будет грешить. Ему даже в шутку убивать будет неприемлемо. В шутку воровать будет мерзко. Но у нас такой чистоты сердца нет. Для нас это шутка, для нас это игра. Ну и что, что мы тысячи раз повторяем одно и то же действие? Смотрим с экрана, сейчас же не телевизор, а чаще планшеты, компьютеры или телефона, на огромное количество убивающих и умирающих людей в рамках одного фильма или сериала. Сами убиваем с изощренной жестокостью в компьютерных играх. Неужели вы думаете, что это не наносит нашему сердцу рану? Да, пусть это одна капелька, такая незначительная. Если убийство в реальной жизни, допустим, это прорыв плотины, дамбы, цунами, вызванный землетрясением, которая сметает всё на своём пути. Ты в душе своей пробиваешь брешь размером со Вселенной, которую же ничем не заполнить. Только благодатью Божией десятки лет. Здесь капелька. Ну, вы знаете, если человека поставить, привязать к стулу, а сверху капать ему по одной маленькой капельке по голове, то он сходит с ума. Ну, это самая изощрённая китайская, что ли, пытка. Как прорастающий сквозь тебя бамбук. Медленно, но уверенно. Поэтому скажите, ну, батюшки, конечно, совсем уже там обезумели, уже запрещают нам в стрелялки играть. Но вот я всё равно прошу сравнить с людьми высокого духовного уровня, для которых это не просто теоретически неприемлемо. Ох, эта молодёжь совсем оскотинилась. Нет. Если они сами пробуют нечто подобное, они чувствуют смрад в своей душе. Поэтому приобретается некоторый навык, приобретается некоторое качество, привычки к чужой боли, привычки к страданиям. И неужели вы думаете, что это не может проявиться в бытовой жизни? Может. Это ещё и как можно. Конечно, как притчевоязыцик звучит, как, как говорится, баян, что сейчас ты убиваешь виртуально, а потом идёшь школьников там расстреливать. Но это тоже часть этого сознания, которое разрешает играть в убийство. Это не игрушки, на самом деле. Поэтому всякие там гоночки, квесты, бродилки, Майнкрафт, в конце концов. Ну, пусть себя будет. А вот жестокие игры лучше обойти стороной. Сейчас тысячи из вас скажут, я играл всё детство, начиная с Дэнди, с Эгги, потом каких-нибудь там восьмибитных компьютеров. И нормальным человеком вырос. Я хороший христианин, я даже священник. Потому что там в батюшки не играли. Все играли. Но чем ближе ты к Богу, тем глубже понимаешь, что это тоже лишнее. Да, все мы вырастим нормальными людьми. Но рано останется. Понимаете? Пусть она не будет, как я уже говорил, размером со Вселенной, но некто червоточина останется, небольшая. Поэтому есть возможность не давать детям играть в эти игры, чтобы они не привыкли. Потому что когда привыкнут, уже будет тяжело их оттуда взять. То лучше не давать. Вот есть простые. Футбол, хоккей, бесконечное количество этих гонок и бродилок. Ну, ограничьтесь ими. Лучше в войну не играть. Потому что когда ты в нее играешь долго, всем домом, всей страной, то рано или поздно она реально может прийти в твой дом. Да, может быть, я сейчас взогнул в какую-то метафизику, но если долго кричать о войне, она может прийти. Кричите о мире, кричите о любви, о радости и счастье. И это придет в ваш мир, в ваш дом, в вашу душу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok